Привет, с вами Алексей Марков. Сегодня поговорим про привычки и про цель. Зачем нужен систематический подход к жизни? Ничто так не меняет перспективу, как привычки. У нас у всех есть цели, большие, не очень, всевозможные будущие достижения, которые мы хотим осуществить за определенное время или к какому-то сроку. Тот хочет заработать миллион долларов, конечно, к 30 годам. Например, у меня был именно такой план после того, как я закончил институт. Но не получилось, хотя сделано было немало. Кто-то хочет сбросить 10 килограмм в клетку, кто-то хочет написать книгу до конца года. Когда мы пытаемся достичь чего-то не вполне определенного, например, успеха, богатства, здоровья или счастья, часто первый шаг – это постановка точной, измеримой, проверяемой и достигаемой цели. В то же время привычки – это некие алгоритмы, работающие в фоновом режиме. Хорошие привычки помогают нам достигать цели эффективно и результативно. А плохие привычки делают жизнь сложнее и мешают успеху. Привычки чрезвычайно сильно влияют на наше неосознанное поведение. Иска-американская писательница Октавия Батлер, она как-то сказала, «Забудьте о вдохновении. Привычка куда более надежна. Привычка позволит вам писать вне зависимости от того, есть ли у вас вдохновение. Привычка – это настойчивость на практике». Разница между целями и привычками не так проста, как кажется. Это разные подходы к делу. Например, «Я хочу изучить иностранный язык». Можно поставить цель, что через полгода я хочу свободно общаться. А можно ежедневно тратить, например, по 30 минут на практику, то есть создать привычку. Или «Я хочу проводить больше времени с семьей». Можно, конечно, запланировать в календаре тратить на общение по часу в день. Это цель. Или каждый день ужинать вместе. Это уже привычка. Или «Я хочу больше читать». Можно поставить цель прочитать 50 книг за год. Можно просто всегда с собой носить книгу. Это привычка. Сначала поговорим о сложностях. Когда мы хотим изменить какой-то аспект жизни, наиболее логичный первый шаг – это постановка цели. Но, несмотря на то, что это советует хреново туча гуру, коучи или сраных блогеров, у такого подхода есть некоторые подводные камни. У цели есть конечная точка. Именно поэтому люди часто возвращаются в свое предыдущее состояние после достижения какой-либо цели. Ну, типа похудеть. Они же ее выполнили. Можно расслабиться. Люди пробегают марафон, а потом перестают бегать вообще. Или зарабатывают крупную сумму денег, а потом транжирят ее и вообще впадают в долги. Тот начинает есть сладкое через неделю, потому что он доказал себе, что может неделю не есть пряники. У крупных целей всегда есть факторы, на которые мы никак не можем повлиять. К сожалению, не всегда задуманного можно достичь вне зависимости от затраченных наших усилий. Травма, например, может похерить цель по подтягиваниям. У меня, кстати, так было живым лежа. Я очень хотел научиться сжать 10 раз свой вес, ну или 100 кг примерно. И как-то раз перестарался. И после неудачного подхода у меня так болела кисть, что я два года не мог пожать даже гриф от штанги. Или там семейная драма у кого-то может помешать закончить запись альбома или написание книги. Незапланированный расход на лечение может испортить план накопления на машину. Ну, все что угодно может произойти. Вот сейчас будет умная фраза, приготовьтесь. Когда мы ставим цель, мы пытаемся превратить эвристический процесс в алгоритмический. Это означает, что далеко не всегда сразу нам понятно, как достичь этой цели. Есть куча факторов, и не на все мы можем повлиять, надо это признать. Самое главное, далеко не все действия по достижению цели можно четко алгоритмизировать. Я бы сказал, что это типичный американский подход, делить большую цель на много-много мелких задач. Потом они составляют из них план, и по этому плану двигаются. Проблема в том, что далеко не каждый процесс делится на подзадачи. Особенно, если вы не профессионал в этом деле. А в постановке цели вряд ли кто-то из нас профессионал. Цели опираются на силу воли и самоконтроль. Есть такой ученый, Чарльз Дахик, написал книгу «Сила привычки». Так он написал, что сила воли – это не навык. Это мышца, как мускул на руках или ногах. И она устает, если ей приходится много работать. У нее остается меньше сил на все остальное. Для того, чтобы держать в голове цель и делать что-то в соответствии с ней, требуется постоянный самоконтроль. Когда другие стороны жизни забирают наше внимание или истощают силу воли, легко свои цели просто забыть. Например, цель накопить денег на машину требует самоконтроля каждый раз, когда мы хотим купить себе новый телефон или новый костюм. В то же время привычка откладывать каждую неделю 5000 рублей на брокерский счет или просто на накопительный – она не требует больших усилий. Именно поэтому привычки, а не цели, делают сложные вещи проще. Цели могут делать нас самодовольными и даже опрометчивыми. Средники показывают, что многие так называемые достигатели, целеполагатели и мотиваторы часто путают установку целей с их достижением. Это становится еще более заметно, когда люди сообщают о своих целях всем окружающим. Есть такой совет, что как выполнить цели, надо сначала всем об этом рассказать. А не реализованные цели вообще-то могут привести к неэтичному поведению. Привычка – это пересечение знаний, что делать, навыков, как делать и желания сделать. Это цитата, кстати, Стивена Кови. Кови – одного из моих любимых писателей. Теперь преимущество привычек. Если привычка создана, она работает автоматически. Привычка берет сложную вещь, например, накопление денег, и делает ее проще. Смысл формирования взаимодополняющего набора привычек заключается в том, что мы достигаем желаемого медленно, но зато верно. Преимущество системного подхода к стяжениям заключается в следующем. Привычки могут привести нас даже дальше цели. Например, пусть человек поставил себе цель написать роман. Он решил, что будет писать 200 слов в день, и через 250 дней он напишет целое большое произведение. Не так сложно написать 200 слов, в этом монологе, например, примерно полторы тысячи слов. И даже в самые загруженные тяжелые дни это вполне по силам любому человеку, если у него такой есть план. Но иногда приходит вдохновение, и человек может написать целую тысячу слов за один присест, а то и больше. В результате книгу можно закончить всего, например, через несколько месяцев. В то же время цель написать книгу за лето, она весьма пугающая и вряд ли выполнимая. Привычками легко пользоваться. Опять цитирую Дахель. Привычки – штука мощная, но нежная. Они могут возникать вне нашего осознания, а могут быть созданы намеренно. Часто они происходят без нашего явного разрешения, но могут быть, конечно, изменены по частям. Они формируют нашу жизнь гораздо сильнее, чем нам кажется. На самом деле они настолько важны, что заставляют наш разум выполнять привычные процедуры, не замечая окружающих. И даже не обращая внимания на здравый смысл порой. Когда мы развиваем привычку, наш мозг меняется, и нам становится легче. Через 30 дней постоянной практики делать что-то становится даже проще, чем не делать. Хотя где-то я считал, что через 21. Но 21 – какое дурацкое число, если честно. Ну, 3 недели, месяц как-то лучше, надежнее. Привычка – это на всю жизнь. Наша жизнь построена вокруг рутин. И многое из того, что мы делаем, мы даже не замечаем. Например, зубы очистить. Согласно исследованию Дахига, на утренние часы приходится 40%. То есть утренние часы стоят на 40% из привычек. И даже минимальные действия за долгие годы собираются в огромные изменения на протяжении всей жизни. Отец современной психологии Уильям Джеймс писал вот что. «Вся наша жизнь имеет определенную форму. Это не что иное, как сумма привычек. Практических, эмоциональных и интеллектуальных. Привычек, системно организованных ради нашего блага или горя. И неуклонно несущих нас к нашей судьбе, какой бы она ни была». Ну, вот так в конце 19 века выражались приличные люди. Если какая-то привычка становится автоматической, она может длиться всю жизнь. Если ее, конечно, не ломать специально. Привычки работают как сложный процент. Стивен Кови когда-то тоже весьма красноречиво выразился. Второй раз его процитирую. «Посей мысль, пожнешь действие. Посей действие, пожнешь привычку. Посей привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу». Хотя эта фраза приписывается Махаммаде Гадми, Ганде и еще кучей народу. Он вроде как первый что-то подобное сказал Ганде. Строительство даже одной отдельной привычки может сыграть значимую роль в нашей жизни. Дахик называет такие привычки ключевыми. Это такой тип поведения, который заставляет человека изменять соответствующую сферу жизни полностью. Например, тот, кто ежедневно занимается физкультурой, он, как правило, бухает меньше. Точно так же тот, кто бросает вредную привычку, часто меняет ее на полезную. Например, вбивает стакан воды вместо сигареты. Привычки могут быть совсем незаметными. Об этом даже есть специальная книжка. Я ее прочитал недавно. Называется «Микрорешение». Автор Кэролайн Арнольд. Но мне она не очень понравилась. По крайней мере, я понял, что это работает. Ну, у кого-то работает. Короче говоря, частый совет тем, кто хочет что-то начать, это попробовать это делать по чуть-чуть. Сэнфордский психолог Би Джей Фог рекомендует мини-привычки. Типа, ну, сделать пять приседаний. Когда привычка обоснуется в мозгу, можно увеличивать сложность. Хотите больше читать, начните с 10 страниц в день или 25 страниц в день. В этом уже был видео, которое называется «Как заставить себя что-то сделать». Идея в том, что главное – начать. А потом можно читать и по две книги в неделю. Правда, непонятно зачем. Чарльз Нобель, по имени которого назовем Нобельская премия, он говорит, сначала мы работаем над привычками, а потом они работают над нами. Почему же такой систематический подход действительно работает? Если перестать думать о достижении целей и начать формировать долгосрочные привычки, наша жизнь будет постоянно улучшаться. Это становится очевидным, если посмотреть на привычки успешных людей. Возьмем Уорна Баффета. Он целый день читает отчеты компании. Только лишь для того, чтобы увидеть новую перспективную инвестицию. Стивен Кинг пишет 1000 слов в день, 365 дней в году. Он называет эту привычку творческий сон. Топовые атлеты бесконечно тренируют и тело, и дух. Эти привычки, повторяемые изо дня в день, из года в год, сотни и тысячи раз, они не случайны. Именно постоянство делает эти необсуждаемые ни с кем действия огромной силой. И эта сила приведет вас к невероятным свершениям. А цели? Цели всегда требуют мотивации, внутренней или внешней. Привычки же работают автоматически. Они буквально перешивают наши мозги. Похоже, что для того, чтобы добиться чего-либо в жизни, гораздо выгоднее тратить время на формирование полезных привычек, чем на концентрацию на каких-то конкретных целях. Не забывайте, что есть печеньки, смотреть сериалы, играть в GTA и пить пиво. Это все тоже привычки. И они тоже долгосрочные. И они тоже постепенно меняют вашу жизнь. На говно. Всем пока. С вами был Алексей Марков. Субтитры подогнал «Симон»!